был вопрос по поводу извините буду в очках или не буду не знаю погода такая переменчивая был вопрос по поводу бактериофагов я без штатива немножко деформированное будет изображение чуть-чуть простите но я думаю тут важное не изображение а все-таки суть что такое бактериофаги для чего они применяются речь идет судя по всему косметических средствах с бактериофагами бактерии их едят фаг то есть бактериофаги это то кто ест бактерии такие вообще как бактерии убиваются зачем это делать ну сразу забегу вперед что практически единственное применение этих средств бактериофагами это кожа лица страдающая от угрей то есть от воспалительных процессов то есть антиакно крема антиакно крем который не понижает он никак не влияет на жирность кожи на самые причины побуждающие порождающие угри а пытается остановить размножение бактерий которые с удовольствием едят кожный жир заводящийся вот этих жировых каналах ну вообще для борьбы с угрями есть несколько стандартных средств первые это там салициловый спирт второе серные мази третье гормональные средства цинковые еще цинковая мазь для сушения кожи ну и среди этого всего великолепия выделяется салициловый спирт как а сушащее антисептическое средство которое пытается убить внутри флору внутри жировых каналов ну и последний писк косметической моды это бактериофаги кто такие бактериофаги начнем теперь сначала бактерии нас встречают все время и некоторые из них дружелюбные некоторые враждебные и в против враждебных мы ведем борьбу иммунной системой но далеко не всегда это бывает успешно поэтому человечество всегда искала каких-то дополнительных средств каких-то тяжелых вооружений для борьбы с бактериями ну и это уже научиться их убивать стали разглядывать как они живут между собой стали разбираться чем болеют самые сами бактерии болеют они как не странно друг другом ну не совсем так конечно у них все как у людей то есть встретились на кухне подсапались насыпали друг другу мышьяка в суп ну вот так у них и происходит то есть собрались несколько культуры нескольких бактерий давай друг друга дровить ядами буквально так то есть в процессе эволюции бактерии быстро поняли что либо ты сожрешь либо тебя сожрут и началась борьба не на жизнь а на смерть они научились вырабатывать токсины уничтожающие конкурентов ну потому что они все борются за место на субстрате то есть за кормовую базу бьются за нас за нас за дома за чертову корочку за выброшенную дохлую селедку все что они пытаются съесть и прежде всего они пытаются съесть а во вторую очередь не пытаться выгнать конкурентов и придумали массу интереснейших вещей они бросают друг друга дротики отравленные выделяют яд в поле друг друга колючими выступами как люди то есть такая классическая коммунальная кухня плюнуть в суп написать в чай ну вот все как у людей вот посмотрев за этим за их конкуренции люди поняли что это можно использовать в она любит выпить это можно использовать и товарищ флеминг свое время заметил что пенициллумы очень не любят ненавидят стрептококков и душат их и душат и душат и душат и душат в общем выделяют такое вещество которое убивает другие бактерии выделил его зала стала называться пенициллина по имени родоначальника это есть тот самый яд как оружие массового поражения которые вырабатывают бактерии для борьбы с конкурентом так появились антибиотики но по имени своего прародителя они называют скажем там стрептомицин от стрептомицетов пенициллин от пенициллума и так далее то есть большая часть антибиотиков которые мы знаем это почти натуральные продукты которые выработали бактерии для борьбы друг с другом ну сначала пытались бороться с пенойными воспалениями кожи антибиотиками но оказалось что такое уж больно ядерное оружие которое к тому же вызывает довольно быстро привыкание за сто лет существования использование человеком антибиотиков бактерии уже научились придумывать хитроумнейшие механизмы для защиты от такого оружия массового поражения стали разглядывать жизнь бактерий более детально и выяснили что они кроме как друг другом болеют еще вирусами то есть мы с вами болеем там гриппом столбняком и прочими веселыми вирусными заболеваниями из-за малюсеньких даже не скажу существ таких полувеществ которые умудряются использовать нас в качестве ездовой собаки и заодно субстрата для поедания и потихоньку могут убивать наши клетки используя их и как среду для размножения и как источник пищи вирус вирусы да вот оказалось что не только крупные организмы от этого страдают многоклеточные но и отдельные бактерии тоже болеют вирусными заболеваниями вот эта группа вирусов которые поедают из точнее которыми болеют бактерии называются бактериофаги все бы хорошо и в общем то это действительно идеальное оружие будущего и когда у нас закончатся все антибиотики и бактерии научатся защищаться от всех ныне существующих антибиотиков настанет череда бактериофагов это за здравие теперь за упокой бактериофаг на удивление очень специфическое скажу существо ну агент очень специфический агент который для проникновения в каждую клетку бактериальную или клетку организатор многоклеточного организма используют специфические особенности данной клетки поэтому даже чтобы проникнуть в клетку он знает какие-то тайные ходы он подбирает ключик каждый конкретном каждому конкретному виду клеток поэтому он специфичен как в своем проникновении в клетку так и в способе внедрения в генетический механизм клетки то есть каждый бактериофаг настроен на конкретный штамм даже не на вид она конкретный штамм конкретной бактерии то есть получается их должны быть миллионы чтобы они дорогие в отличие от антибиотиков которые на оружие массового поражения которые же все живое похожего вида травят бактериофаги намного более специфичны и если разработчик косметики взял в качестве базового бактериофаг под от конкретного штамма от какого-нибудь стафилококка поселить поселяющегося в коже тех лабораторных мышей которые он использовал для разработки в общем-то нет никакой гарантии что в вашем случае он поможет то есть тут специфичность действия то есть попал попал неправда все это миллионы и поэтому пока что это такая компромиссная вещь которая может работать может не работать вот почему они намного такие разные отзывы на многих работает на многих не работал пополам а бактерии же умудряются совершать эволюционные превращения прямо на наших глазах то есть вот эти штаммы которые становятся устойчивы к антибиотикам они точно также вырабатывают резистентность к бактериофагам естественно иммунитет у них но у них нет иммунной системы как у человека но она устроена иначе они просто мутируют так что те которые не смогли устоять те подыхают а выживают те которые сумели защитить свою мембрану от воздействия данного бактериофага то есть они эволюционируют там когда читаешь да они эволюционируют они мудряются такие хитрые механизмы придумать в программировании своего генома чтобы бактериофаг который прорвался через первый перелез через забор вскрыл дверь добрался таки до сейфа а ему ставят фальшивую ручку от сейфа с фальшивым замком он ее крутит крутит а бесполезно то есть вот такие хитрые механизмы бактерии умудряются выработать вот буквально за там за несколько десятков лет то есть мы видим мы видим на наших глазах происходит дарвиновская эволюция они же живые конечно они живые и вот даже на таком простом механизме видно как оно все работает вживую очень интересная вещь и читать когда читаешь какие хитрости придумывают бактерии для защиты бактериофагов просто поражаешься инженерным таланту природы ну впрочем так же как и бактериофаги тоже ищут отбирают отмычки ломают замки делают дырки в заборе и так далее то есть фактически обещать не может ни один врач да выписывающий есть надежда что когда-то когда генная инженерия дойдет до каждой домохозяйки мы будем делать не посев а просто брать генетическую пробу из бактерий которые нас мучают тут же синтезировать соответствующий бактериофаг они будут сдавать анализы они будут сдавать анализы до стоять в очереди дальше тут же будет синтезирован нужный бактериофаг и тут же будут замучены ваши бактерии но пока что это вот так стрельба стрельба ночью вслепую по шуршащим кустам по не очень определенным мы очень понимаем кто там не очень понимаем поможет ли но на всякий случай но это не возраст даже касается это вот именно заболевание то есть в любом возрасте это может случаться такие кстати говоря гнойные вот эти вот свящие всякие такие штуки тоже наверное касается склонные люди это такие специфические остроспецифические антибактериальные средства которые наверное как потом когда научатся их делать либо широкого спектра либо наоборот заточенными вот абсолютно конкретный штамп будут действительно эффективны а пока что это попытка попытка сделать что-то очень успешное но мы видим рождение новых антибактериальных средств так что вот мои дорогие вы спрашивали про бактериофагия это очень интересная тема как нам кажется эта тема будущего вот возможно удастся все таки и врачам и разработчикам и химикам и технологам и биологам да прежде всего найти все таки те ключики к тем самым хотел сказать микробам нет вирусом да вирусом которые пока мы не нашли пока мы стреляем по кустам вот поэтому делайте выводы стоит ли ну наверное стоит если ситуация серьезно но с неизбежностью стоит испытывать это все придется на себе но разработки пока ведутся то есть это пока не панацея надеемся ответили на ваш вопрос а